Телеканал Правда ТВ представляет итоги дня в студии Дарья Сударева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Здание взрослой поликлиники на нижней террасе переоборудуют под профилакторией. Площадки отменят, суды упростят. Станет ли сложнее получить водительские права? Наша победа! В Ульяновске почтили память Ивана Полбина. Первую гимназию зарядит солнечная энергия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции проводят мероприятие, направленное на установление лиц, распространивших данные сведения. В сквере на пересечении улиц Полбина и Западный бульвар ульяновцы возложили цветы к памятнику дважды героя Советского Союза Ивана Семеновича Полбина. Наш земляк нес огромный вклад в победу Советского Союза над фашистской Германией. Наталья Чумаченко подробнее. В Ульяновске почтили память дважды героя Советского Союза генерал-майора авиации Полбина Ивана Семеновича, который, не жалея сил, бил фашистов ради великой победы. 11 февраля, в день памяти нашего земляка Ивана Семеновича Полбина, десятки человек пришли к его монументу, чтобы поклониться и сказать спасибо герою войны за мирное небо над головой. Мы здесь собираемся дважды в год, в день его гибели и в день рождения. Поэтому это знаменательные две даты. Конечно, вторая дата, она трагичная, что погиб наш выдающий земляк. Таких людей у нас в Ульяновске не очень много. Дважды герой, единственный наш земляк. Во время Великой Отечественной войны Иван Семенович Полбин по 6-8 раз в сутки вылетал со своим 42-м бомбардировочным полком бить фашистов на Западном фронте. И каждый боевой вылет считался подвигом. Я считаю, наша цель, цель молодежи, правнуков Великой Отечественной войны – это чтить память о том, что было в те тяжелые годы. Молодежный совет и волонтерский центр вместе будет заниматься, проводить субботники, будет украшать, красить, волонтеров будет предоставлять для массовых мероприятий. К февралю 1945 года генерал-майор авиации Иван Полбин совершил 157 боевых вылетов, а с погиба в бою 11 февраля 1945 года, три месяца не дожив до Дня Победы. Иван Семенович Полбин был посмертно награжден высшей наградой – второй золотой звездой. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ. Солнечная энергия и солнечные батареи – это минимальный ущерб окружающей среде. Они не только обеспечивают учреждения бесплатной электроэнергии, но и помогают школьникам в освоении астрономии. Почему? Смотрите в нашем материале. Энергия солнца в образовательных целях. Ульянская гимназия номер один стала третьей школой в стране, где установлены солнечные панели. В октябре прошлого года глава региона Сергей Морозов заключил соглашение с немецкими производителями оборудования для солнечной энергетики. Финансирует проект германский институт Гёте. Это оборудование позволит ученикам школы, как говорится на живых примерах, изучать зеленую энергетику на примере солнечной генерации. Установленная мощность этого комплекта – 1 кВт в час. Соответственно, понимая, что это больше обучающий демонстрационный проект, какой-то небольшой электрический прибор можно будет запитывать от этой установки. Принцип работы с солнечной батареей прост. Она вырабатывает постоянный ток, который потом накапливается в аккумуляторах. Из аккумуляторов он поступает в инвертор, где преобразуется в переменный ток. И с помощью него уже можно будет зажечь лампочку или зарядить сотовый телефон. Стоимость комплекта из четырех панелей, инвертора и аккумуляторов составляет 1 миллион рублей. В едином комплексе с солнечными батареями будет работать обсерватория, которую установят до 1 сентября. И вместе с обсерваторией, я уже говорил, мы восстанавливаем и, я бы сказал, создаем новый кабинет астрофизики. Новый современный цифровой кабинет астрофизики. И вот именно эта солнечная энергия, она придет в этот кабинет. Кстати, воспользоваться услугами астрофизической лаборатории смогут все талантливые школьники области. Двери гимназии для них открыты. А сам проект планирует стиражиры в других социальных спортивных учреждениях. Сейчас от них собирают заявки. Полный список составят к середине года. Егор Титов, Руслан Баталов, Новости Улправда ТВ. Здание взрослой поликлиники на нижней террасе переоборудуют под профилакторией. Рядом будет строиться новый корпус поликлиники, но старые не оставят пустовать. По словам губернатора Сергея Морозова, об этом нужно думать уже сейчас. До того, как медучреждение переедет в новое здание. Слово Павлу Половову. Здание, где сегодня располагается взрослая поликлиника на нижней террасе, освободится по планам в 2021 году, когда построят новое. Однако освободившееся здание не должно пустовать. Сергей Морозов пообещал обсудить с жителями, что они хотят видеть в этом здании. Однако само оно полностью отвечает на значение и критериям, по которым строилось. Когда-то здесь был профилакторий для рабочих патронного завода. Но пока здесь поликлиника и нужен косметический ремонт. Смету обсудили тут же. Дверные блоки с первого по четвертый этаж – это 5200, полная замена всех окон. Дверные блоки с первого по четвертый этаж – 1,918,000. Полы с первого по четвертый этаж – это подразумевает, что бетонная стяжка и плитка, и линолеум с выравниванием полов – это 6500. Стены с первого по четвертый этаж – это опять же обдирается, выравнивается, шпаклюется, красится. Значит, 7900. В 2021 году на нижней террасе приступят к строительству новой поликлиники. Однако уже сейчас составляется проектно-сметная документация для будущей стройки. В нашем районе нужно построить новую поликлинику. Почему? Потому что сейчас наша поликлиник стоит, она не предусмотрена под поликлинику. Раньше здесь была просто профилактория заводской. И так как не было помещения, здесь сделали поликлинику. Коридорчики узенькие, кабинетики маленькие. И вообще, знаете, уже 21 век хочется что-то посовременнее. По мнению пациентов, отсутствие условий привело к кадровому голоду. В такую поликлинику специалисты не идут работать. Кроме того, конфигурация кабинетов не позволяет установить современное оборудование. Новое здание очень нужно. С этим согласны все. В новую поликлинику люди будут приходить с большим удовольствием. И зарплата этим врачам будет та соответствующая, которая позволит этим врачам работать на одном месте. Ремонт в здании поликлиники будет завершен до конца года. В следующем начнется строительство другого здания. Процесс оказания медпомощи жителям микрорайона не будет прерван ни на день. Это, по мнению врачей, губернатора и жителей, главное. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новость Улл. Правда. ТВ. Сдать на водительские права станет сложнее. С 1 октября 2020 года изменится требование к сдаче экзамена. Пойдут ли эти изменения во благо, смотрите в нашем сюжете. Водители, получившие права еще в советское время, недовольны качеством подготовки водителей, получающих права сейчас. Именно поэтому ГИБДД меняет правила приема экзаменов. Одно из кардинальных изменений – это то, что площадки больше не будет. Все нужно будет сдавать прямо в городе. Однако, вероятно, исчезнуты такие бесполезные испытания, как въезд в свой собственный гараж за определенное время. Проект постановления МВД об изменениях уже передан на рассмотрение в правительство. Документ прошел все стадии согласования и будет подписан в ближайшее время. По словам сотрудников автошкол, теперь сдающих с первого раза станет меньше. Если сегодня, например, экзамен проходит по определенным, четко утвержденным экзаменационным маршрутам, то с 1 октября такого не будет. Просто будет определенный круг, перечень улиц и дорог, на которых будут происходить экзамены. То есть сразу скажу, что экзамен ждать будет намного сложнее, чем сейчас. В проекте постановления уточняется и минимальный возраст обучаемых. Так, для категорий Б и С это 16 лет, а в случае с водителями категорий Д – ТМ, ТБ, автобусы, трамваи, троллейбусы – 20 лет. Кроме того, инструкторы смогут обучать воспитанников автошкол на автомагистралях. Запрет на это снят. Есть документы и послабления для учащихся. Например, кандидаты в водители смогут по упрощенной форме оспаривать результаты экзаменов. В суд теперь идти не придется. Нужно будет взять видеозапись экзамена и показать ее инспектору, который примет окончательное решение. Мы надеемся, что все-таки качество подотоки водителя надо улучшать, и оно должно быть выше. Иначе не получится сдачи. Что мы еще ждем изменения? Ну, мы ждем, конечно, приказы МВД, в котором более вся конкретика там прозвучит. Мы ждем, наконец-то, может быть, будут внесены изменения в существующие программы. Сегодняшняя программа подготовки водителя от категории «Б». Ну, мягко выражаясь, ничего там такого нет, чтобы качественно подготовить водителя. Меняются и сроки пересдачи. Пересдавать теоретический экзамен можно будет не позднее, чем через 30 суток. Для практики этот лимит увеличен до 60 суток. Минимальный срок проведения повторных экзаменов остался без изменений – 7 суток. В случае неудачных трех попыток, следующий повторный экзамен, как и сейчас, можно попытаться сдать снова, не ранее, чем через 30 дней. Автолюбители считают, что главное – это психологическая готовность к управлению машиной. Очень часто бывают и пожилые, то есть долго как-то выполняют маневры, еще что-то. А бывают молодые, которые гоняют лихо и, в принципе, подвергают опасности других водителей. Ну, вообще, я считаю, что все зависит от самого человека. Время вождения стариков, пожилых людей, которые сейчас, в принципе, намного опыта больше, можно сказать. А у молодежи агрессивная езда. Да, на самом деле, если решать этот вопрос на корню, то надо, как-то, я не знаю, может быть, какие-то полосы выделить особо для пожилых людей или какие-то наклейки, обозначения придумывать для них. Ну, я считаю, что площадка нужна, потому что на ней тоже молодые водители получают хороший опыт. Ну, а кто мешает на дороге – это вопрос спорный. Если водитель знает правила движения, то он не мешает. А тот, кто не знает, ну, нужно подучиться. Статистику, кто чаще всего попадает в ДТП, молодежь или опытные водители ГИБДД не ведет. Однако ведут страховые компании. Данные таковы. Водители 30-40 лет попадают в аварии чаще людей других возрастных категорий. Второе место по аварийности занимает возрастная категория 40-50 лет. Замыкают же первую пятерку молодые автовладельцы возрастом от 21 до 25 лет. Цифры говорят сами за себя. Молодые и неопытные водители более аккуратны на дорогах. А вот лихачить начинают уже спустя три года стажа. Изменят ли в итоге новые правила сдачи на права ситуацию с ДТП – покажет время. Павел Половов, Руслан Баталов, Юрий Конихин, Даниил Сурков. Новости Улправ ДТВ. Владислав Хворов, Сергей Крючков и Сергей Степаненко больше не имеют права голосовать на заседание Гордумы Димитровграда. Напомним, на прошлой неделе Димитровградский городской суд принял решение о досрочном прекращении депутатских полномочий трех депутатов. Все они не в полной мере отразили в ежегодной декларации свои доходы. Теперь эта троица может присутствовать на заседаниях только в качестве зрителей. В отношении каждого депутата от КПРФ были наложены обеспечительные меры в виде исполнительных листов. Поскольку вручить документы лично в руки председателю Думы не удалось, приставы оставили необходимые бумаги в приемной, чтобы не затягивать процесс исполнения решения суда. Кстати, не имеет права голосовать на заседаниях и еще один депутат от КПРФ – Артур Колпаков. В отношении него вступил в силу обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве с депутатскими отпускными. 12 февраля в Ульяновской области сохранится. Прохладная погода без осадков. Температура воздуха днем опустится до минус 6 градусов. Ветер южный 6-9 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале управда.ру 18.50. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин